всем привет вот как говорил сниму про кашу ну вот она каша варится сейчас расскажу немного все про кашу правда эти каши очень много разных мнений сколько короче этих заводчиков ну сколько любителей столько и вариантов приготовления каши каш кто чем кормит и каждый из них это правильный если конечный результат хороший выход птенцов они растут много раз этот много птенцов вылупляется они выживают на этих кашах вырастать значит все нормально и даже раньше когда корова была молоко замачивал хлеб замачивал в молоке и хлеб сладком чай делали как только его и макаронами с этого отходов вот есть видео макаронами и молоко с хлебом я давал все эти видео есть ну я пришел к такому выводу что лучше всего вот офигительный результат вот именно на вареных кашах вареное то что вы варите я варю например так вот видите варится пшеница вот на этот раз пшеница я делаю разнообразные каши пшеница сейчас я добавлю сюда пшено вот она пшено уже приготовлено пшеница варится дольше я варю некоторые там варят минуту некоторые там до первого кипения кто как я вот кто добавляет сахар на сахар добавить немного кто добавляет сахар кто не добавляет сахар короче надо смотреть на конечный результат попугам нравится они они вот это сладкий вообще сладкую кашу обожают они следают под ноль птенцы смотрите на выход птенцов варите по по своим возможностям как вам удобно проверяйте любой вариант любое приготовление если птенцы нормально растут значит вы правильно все делаете ну вот сегодня а это все промыто пшеница промыто она уже какое-то время варить она уже да уже кипит вот потихоньку на огне она варится а это все промыто приятно пахнет потому что через как попугаи и сидят через полчаса она это это пшено вот эта пшеница станет попугаем поэтому если она приятная вкусная красивая попугай тоже такой же и будет этот вот пшено можно давать добавлять рис короче все все какая крупы какие крупы есть все можно варить я вот варю до полного сейчас сейчас она выкипит все вот это у нас уже вечер и утром как раз постоит до утра даже закрой наверно тряпкой или чем крышкой чтобы она разбухла набухла я до этого в том году и варил и пробовал вот вот она закипела я воду сливал под холодной водой промывал это все давал тоже тоже отлично едят врачи как хотите некоторые кто-то мне писал что он варит там пока до первого закипения три минуты если нормально и кто-то кормит пророщенькой как я говорил я в этом году попробую ну пророщенька если вы не можете проращивать лучше не давайте потому что очень опасно она бродит и птенцы это вообще это брожение это страшная вещь для птенцов поэтому с ней надо быть поаккуратнее если у вас все получается она идеально пахнет идеально там прорастает без всякого закисления тогда пожалуйста вот как у меня последнее время она вообще шикарно все прорастает попробую потому что неразлучники сами видели вот я снимал видео птенцы нормальные прекрасные птенцы они почти выросли на пророчнике ну все завтра увидимся в попугаечнике утром я еще добавлю сюда f500 пробиотик вот это наверно на на два дня потому что за раз это все дам канарейкам щеглам все все какая птица есть всем раздам сейчас она развалится разварится набухнет поэтому варите смотрите там а кто так варит вот так каждый варит по-своему каждого если это все хороший конечно результат смотреть на конечный результат если он хороший значит все правильно ладно завтра утром увидимся вот каша готова уже настало утро пугает уже едят он дал вам сухой корм верно сейчас давать кашу где она ты получил вот она вареная каша вот такая она получилась рассыпчатая ночь она простояла все вышла это пророченька это пророченька есть где-то примерно сутки этому зерну хочу сказать показать вам разницу вот это живое здесь и есть жизнь вот вот это и жизнь вот это вот это мертвое все это уже она если вот это даже смотрите вот вот это всеми кинуть в землю и вот это всеми кинуть в землю вот это сгниет он это через три дня прорастет даст жизнь вот это дает как-то спрашивали да я и сам задумался вот все дает вот какая разница между вот этим и вот этим мы просто огромная колоссальная разница вот это дает птицы чай жир пилки углеводы она этот каша нужно для того чтобы сейчас птица набрала жирок не не зала мне нашли так нормально и что птица набрала жирок чтобы побольше откладывала яйца чтобы организму насыщился отличным лишним весом как говорится лишним считательными чувствами чтобы потом эти самки отдали все это в яйца потом что вот это вот это вообще офигительная вещь вот это пророщенька это пророщенька она дает попугаем все она энергию дает огромную кучу витаминов дает вообще жизненную красоту цвет оперения вообще вот вот это вот это даже вот кто не верит вот возьмите семечки вот сырую съешьте сырую изгрызите и пророщенную тогда даст она вот окончить вы поймете если вам за глазу завязать глаза вы даже не поймете что это одна и та же семечка просто так мертвая семечка это живая семечка она у мертвых семечки например там 90 процентов жира у этой 5 процентов жира остальное там вообще там огромное количество витаминов вот наши птицы зимой кормушек едят это дико птица уличная вы летом поставьте там даже супер какой-то любимое лакомство никакая никакой воробей даже близко не подлетит кормушке а знаете почему потому что они едят живую пищу он что просыпаются насекомые мам молочной спелости зерно это вынужденная мера есть вот это сухое зерно зимой потому что не ничего больше есть надо как-то прожить это время чтобы не умереть с голову а так это я говорю она очень умная она природе они стараются все есть живое молочной спелости вот кукурузу сейчас молодую поставить такую сухую кукурузу или молодую кукурузу молодую кукурузу в первую очередь они на кинуту следят потому что она она в ней столько всего полезного а сухая сухая также и пшеницу кто-нибудь хоть раз я например не и вот кто-нибудь хоть раз видел что попугай ел пшеницу сухую ну волнистый на по крайней мере я никогда в жизни вот им даем сейчас вот эту сухую пшеницу вот этот ячмень он будет лежать у них пока вообще не испариться они его даже не возьмут потому что он мертвый он а вот а вот это уже в том что есть жизнь вот 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 здесь и жизнь а это они все почисту и сидят поэтому я думаю вот это надо давать всегда ладно короче с этим разобрались вот а пробиотик вот туда я насыпал вот он пройдет это бактерии вот он 500 я его всегда давал в том году когда были птенцы ну сейчас это пробиотики наподобие того кто не смотрел мне в этот лактобактрии мы разные там а для детей продают это только для птицы такой же улучшает там пищеварение полностью для ну для нормализации всего этого пищеварения для этих всех процессов все вот это все размешалось и очень хорошая вещь тоже я в том году в каше его добавлял пинцы был выход 100 процентов не что давай сейчас дадим пророчинку ладно сейчас я им раздам и потом это посмотрим раздал каши и корм кто что ест кашу едят зерно есть взрослая большая шрица пока меня боится сердце тоже спариваются у них любовь прям такая скоро я перенесу вот в этот вольер там они не будут размножаться весьма ну все вот все кашу едят поэтому сейчас буду давать ее пару раз в неделю и в основном буду давать пророчинку живое зерно живое зерно и живое зерно главное его правильно прорастить чтобы оно не бродило оно же когда вы его замачиваете вот эта вся пыль вот эти вся вот эта вся сухость вот эти мертвые клетки вот эти все ну вся ненужная вещь уходит в воду и вода вот эта вся прокисает вот эта ненужная вещь которая она из зерно себя выкидывает убирает чтобы ожить вот если его оно стоит тем более еще в тепле то он начинает очень сильно бродить его поэтому надо желательно в такое теплое место поставить и в два раза вот утром поставили вечером обязательно надо его промыть проточной водой теплой хорошо промыть пророчнику и потом на следующий день утром вот этой пророчнике которая сейчас показывал я ее поставил вчера такое время замочил вчера вечером я ее промыл и опять залил водой хорошей свежей водой и она уже стояла в таком градусов 15 наверно было в таком помещении утром вот сейчас я ее промыл все капитально сейчас буквально завтра уже самое быстро прорастет семечка даже есть уже проростки семечка прорастет и потом пшеница ну за за три дня я стараюсь скармливать три дня потому что потом это все уже переходит на другую стадию развития появляются корешки уже нету того ядра которая молочного которое нужно это ядро уже уходит стебель и уже птица все его не есть раньше я проращил неправильно ждал пока чуть ли там она не даст вот этот вот такой побег зеленый и в итоге птица вообще его не ела ну не знаю почему видимо там уже не было вот этой же питательного вещества ядра а вот это именно вот это прямо не обожают остается одна слуха я вам скажу вообще я думал их ничем не кормили нет они идут уже все вот сверху вот они двое тоже молодцы клетка которая держит птицу они как свеклы можно красная особенно которым говорят в этом корме есть все когда продают дома в магазине корм и там разные зелененькие синенькие красненькие какие-то непонятные вообще не знаю я это все такое в корме есть перемешку с зерном и это взять витаминов им хватит но это такой бред вот живой корм вот это вот он вот это вот вот она видеть и вот это перец там тоже он сочный живой он тоже полным-полно витаминов морковка не увидите на голове это проплесина такая вот она на нее прыгает он дергает за эту за голову и серии короче по вырывался у них любовь хорошая конкретно поэтому пророченку овощи фрукты это все все живую еду надо обязательно давать попугай будет прекрасно выглядеть ни у кого абсолютно на эту задницу где-то могинать все он чисто абсолютно пророчнику едят всю зиму живая еда по седлу и вообще припочтения дают только пророчники они если голодные только начинают есть вот такую сухую зерно смесь а так пророчные на одной пророчнике сидят и на мучном сервере вот я говорю птица птица в летнее время никогда жизни не подлетит кормушке потому что кругом есть молочные семена молочная вот это спел и зрелости разные трава насекомые все живое все что продает здесь вот карелла девочка подлетела еще не знаю вот они едят не отказываетесь в новой две карелл без новая пара там подошли они значит нормально бутылка на финсов хотя их тоже не кормили я попробовали по крайней мере ничего значит не обращал внимание пара мне на работу это я утром кормлю всем пока